Радио 54 Мы занимаемся поиском захоронений воинов Новониколаевцев, то есть, как мы говорим, предков, жителей современной Новосибирской области, и восстанавливаем историю боевых частей, которые были сформированы в нашем городе, либо так или иначе были связаны с нашим регионом. Поиск действительно... В общем, когда мы устанавливали историю боевого пути 41-го Сибирского стрелкового полка, это один из полков, который был сформирован в городе Новониколаевске, так тогда он назывался Новосибирск. Мы узнали о таком очень серьезном, я бы сказал, одним из решающих сражений Первой мировой войны, это летняя праснерская битва, которая произошла в Польше, ныне этот город Пшасныш. И мы решили найти захоронение воинов, сибиряков, которые в этом сражении принимали участие. Много лет мы искали информацию, где найти эти кладбища. Дело в том, что прошло уже сто лет, и в нашей стране тема была, естественно, Первой мировой непопулярна, забыта, потому что после нее была Гражданская война, потом Великая Отечественная война. И мы не профессиональные историки, мы занимаемся на свободное время. Поиск мы начали, используя историческую литературу, которую написали некоторые историки нашего города, про наши полки. Но теория всегда должна подтверждаться практикой. Кабинетные историки, им сложно достаточно работать, больше работать с теорией. И мы, пользуясь эти книги, искали информацию о населенных пунктах, которые там были указаны как места боев. В итоге оказалось, что это был глубокий тыл российских войск, там боев не было, соответственно, нет захоронений. Ну и единственная книжка еще, которая была издана в 20-м каком-то году, там тоже были, оказалось, не совсем точные данные. В общем, два года искали информацию, где захоронение. Примерно нашли. И потом мы очень долго пытались выйти на связь с польской стороной, с поляками, что захоронение там, и договориться, чтобы установить там памятный знак. Соответственно, тоже не сразу мы нашли нужные каналы, но помогли связи в коллекционерском мире. Как я и говорю, что занимаясь, увлекаясь коллекционированием, по этим связям удалось достаточно найти правильный ход и найти в Польше нужных людей. В итоге мы связались с польскими властями, и польские коллеги нам помогли разыскать захоронение. Нашли карту и точное местоположение. Причем ситуация еще в следующем оказалась. У самих поляков тоже не было достаточно точной информации. Дело в том, что павших в этом сражении сибиряков похоронили немцы в 1915 году и поставили им памятник. С одной стороны, значит, надпись была в честь германских солдат, а с другой стороны, значит, их павшего русским товарищам. То есть, сражение было очень серьезное. Наши бойцы, наш 41-й полк потерял практически весь свой состав, но не дал германским войскам прорвать нашу линию обороны. Если бы немцы прорвали линию обороны, они бы дошли дальше до Варшавы, за Варшавой Минск, дальше там Москва. И, в общем-то, главная цель немцев по плану Фольхенгайна в этом сражении было нанести решающее поражение нашим войскам и вывести Россию из войны. Наши бойцы, соответственно, удержали позиции, не дали прорвать линию обороны. Погибли практически все. И, таким образом, основной удар, поскольку приходился на позиции новосибирского полка, новониколаевского, можно сказать, что предки новосибирцев спасли Россию от поражения в 1915 году. Я думаю, это не громкая фраза. Похоронили в знак уважения немцы, потому что немцы тоже понесли чудовищные потери и больше не могли наступать, хотя от наших бойцов осталось буквально горстко. Через две недели после Прашновского сражения германский кайзер вышел с предложением к российскому императору Николаю II заключить перемирие. Я так понимаю, что связано было с тем, что он понял, что разбить наши войска не получится и лучше договориться мирным путем. А к этим мысленно подвели наши воины-сибиряки. Так вот, значит, похоронили их немцы, поставили памятный знак. И надо сказать, что очень много для увековечения памяти сделала германская сторона, их общественная организация «Фольксбунд». Мы в Польше видели много осуцелевших памятных знаков российским солдатам, которые были построены в 30-е годы при нацистском режиме. Ну, тогда Польша была еще независимая до 1939-го, но, тем не менее, немцы финансировали эти работы. Кроме того, кстати, у моего друга отец в 1945 году был назначен комендантом одного района в городе Гумбинен, а ныне это город Гусев. И к нему на встречу пришли два немецких инвалида Первой мировой войны. Он спрашивает, что вы от меня хотите? Он говорит, ну, мы смотрители кладбища русских солдат, хотели выяснить, что теперь пришли русские, кто нам будет платить. Мы, естественно, им сказали спасибо, до свидания, и, соответственно, никто им уже не платил за поддержание кладбища. Так вот, в 1940 году на месте этого массового захоронения рядом была расположена немецкая танковая часть. 1940 год, после оккупации Польши. На территории этого кладбища немцы решили устроить танковый полигон, но не захотели они ездить по костям, и, соответственно, перенесли это захоронение российских солдат в другое место. Но поскольку тогда уже польских органов власти не существовало, эти данные оказались в Германии. Ну и, соответственно, просили коллегу, и коллега связался в Германии. Какой большой путь вам пришлось пройти. Очень большой. Запутанный. Я еще кратко излагаю. Да-да. На самом деле, да. Вот. И сын немецкого офицера, который в 1945 году погиб в бою с нашими солдатами, причем дивизия, в которой он служил, она воевала, так сложилась с уроженцами тоже Новосибирской области, Западной Сибири. И наши бойцы при освобождении Польши, они этого немецкого офицера убили. Вот его сын, когда узнал, что россияне ищут захоронение своих дедов, отцов, он сказал, ну я понимаю, я тоже потерял отца, я вам помогу. Он за свой счет съездил, разыскал карту, информацию передал. И так мы узнали информацию, где лежат бойцы, погибшие в Просношском сражении из 41-го Николаевского полка и 42-го полка эстонска. Это вот такой длинный термистый путь. Это прям немножко похоже даже на работу следователя, мне кажется, потому что найти одного, потом другого, все через связи. И как-то очень большая работа, конечно, и видите, как все срабатывает. Помогают разные аспекты жизни. И помогают совершенно разные люди, от которых, казалось бы, ты не ожидал этой помощи. В связи и среди историков, но и среди коллекционеров. И так вот раз, раз, веточка за веточку, и что-то получается. Самое сложное, я так понимаю, это было как раз найти, связать концы с концами. Найти нужных людей, потом найти нужное место и потом договориться. Чем занимается сейчас клуб? Ну, такое самое-самое крупное, что-то такое похожее. Ну, в настоящее время, поскольку мы занимаемся в свободное время, времени очень мало, мы собираем артефакты с целью открыть свой частный небольшой музей воинов, но и николаевцев, а также мы составляем списки наших земляков, которые принимали участие в Первой мировой войне в рядах полков, связанных с нашим городом. То есть, формированные здесь, либо еще как-то в основном из наших земляков. Вот, собственно... Ведь это очень важно, действительно, потому что в Новосибирске нет такого музея, посвященного вот этому полку. И что есть у вас из артефактов? Ну, на самом деле, не так уж и много, но у нас есть награды чинов наших полков, которые были сформированы у нас. У нас их личные знаки, личные вещи, фотографии, личные письма, книги из полковой библиотеки. И самые бесценные находки, самые бесценные предметы, это, конечно, вещи, найденные на полях сражения наших полков в Польше, в Латвии и в Белоруссии. Это то, что непосредственно держали в руках наши земляки. Поисковики, да? Найдено поисковиками, да, конечно. А жители Новосибирска что-то приносят? Или все-таки есть еще вот эта вот традиция, так же, как с Великой Отечественной войной связанная, да, из поколения в поколение передавать какие-то истории, какие-то вещи? Ну, нам присылают информацию. Чаще нам, знаете, потомки обращаются за помощью. Они сами ничего не знают и просят узнать о своих предках. Уже нескольким сотням людей мы помогли. Мы говорим сейчас именно о поиске предков, участников Первой мировой войны. Все, кто заинтересованы в поиске информации о своих предках, которые принимали участие в этом событии, они все понимают, с какой сложностью они сталкиваются. Не сохранилась информация даже в семьях и так далее. Так вот, что же делать, чтобы найти? Ну, самое первое, необходимо расспросить всех живых родственников, все воспоминания и так далее, собрать максимальный перечень информации о своем предке. Это фамилия, имя, отчество, это место проживания. Фамилия, имя, отчество, место проживания на момент призыва, хотя многие даже этого уже не знают. Дату рождения желательно, многие тоже этого уже не знают, но это очень важно. И, соответственно, если есть какие-то фотографии. Следующий этап, самый первый. Государство выделило очень серьезные ресурсы, и Министерство обороны создан сайт в интернете «Герои Первой мировой войны». Соответственно, там есть окошки для поиска, там забиваются все данные о предке, фамилии, имя, отчество, даты рождения, ну, достаточно даже узнать фамилии, имя, отчество. И, соответственно, этот сайт можно найти через Яндекс, забиваете данные, нажимаете кнопку поиска, и он выдает всех лиц, которые выложены в интернат, и у которых есть сведения в Министерстве обороны, эта работа ведется. И, соответственно, там будет выдана информация, допустим, о награждениях или ранениях этого бойца, вашего предка. Соответственно, когда, если вам повезет, и на этом сайте вы найдете данные вашего предка, там обязательно будет указана воинская часть. Ну, в 90% случаев, где он служил. Дальше можно обратиться в Российский государственный военно-исторический архив. Адрес тоже можно найти в интернете, и с ними общаться можно через интернет, можно посредством обычной почвы. Написать туда запрос с указанием фамилии, имя, отчество, даты рождения и обязательно наименование части, если это был нижний чин, то есть солдат. Чтобы они предоставили копию всех документов, которые хранятся в архиве, если они там найдутся. Значит, соответственно, эту информацию могут прислать. Если там ничего не найдется, что тоже может быть, то через интернет можно найти адрес военного архива в городе Елуторовске, Елуторовск. Там хранится информация обо всех раненых и больных, ну, то, что сохранилось, в воинских чинах Российской императорской армии. Соответственно, туда также можно сделать запрос с указанием фамилии, имя, отчество, желательно дата рождения. Если у них что-то есть, они подберут. И РГВА, и архивы Елуторовски, они, конечно, работают на платной основе. Если у вас есть фотография своего предка, это тоже может служить серьезной подсказкой, если вы не найдете информацию об этом на сайте Министерства обороны, специализированного героя Первой мировой, или в архиве Елуторовска. Дело в том, что в царское время в основном по форме можно было определить часть, в которой служил этот боец. Как правило, в основном, мы все служили в пехоте, конечно. Это, как правило, номер полка на погоне. Соответственно, разглядев цифры на погоне, ну, если повезет, если там эти цифры есть, можно также посредством интернета найти на полное номинование части. Допустим, если цифра там 41СБ, значит, это 41СБСКСССРКОВЫЙ ПОЛК. И, соответственно, также уже, зная номинование части, обратиться в РГВА. По нижним чинам, по солдатам, мунтер-офицерам, РГВА не работает только по фамилии. Им за это нужно указать часть. Если же ваш предок был офицером, тогда все проще. Достаточно знать фамилиями отчества, желательно дату рождения, то же самое запросить и РГВА. Послужные списки офицеров, они хранятся не по полкам, а по фамилиям, в алфавитном порядке. Это, если кратко, то сейчас, не то, что там 10-15 лет назад, сейчас возможностей для поиска гораздо больше. Вы в клубе, в том числе, занимаетесь восстановлением исторического военного костюма, правильно? Мои коллеги. Есть какие-то образцы, которые также будут в музее? Да, конечно, закуплено лежит, ждется его времени. Мы не спешим с музеем, у нас нет цели открыть ее как можно быстрее, поэтому потихонечку собираем артефакты, подыскиваем место, и когда-нибудь мы его, думаю, откроем. Вы сказали, что форма была у всех разная. Вот все полки, которые были сформированы давно в Николаевске, это 41-й, 42-й, 533-й, 1-й, Петроградский, то, чем занимается ваш клуб. И у всех была разная форма, или только по номерам она отличалась? Отличалась у кавалерии. Форма была парадная и походная. Соответственно, я написал такую книгу, она издана при поддержке Ургкомитета Победы, при поддержке губернатора, называется «Ново Николаевск военном мундире». Книжка, конечно, далеко не идеальная, но это первая и пока что единственная книга, где собраны максимальное количество частей, сформированных и квартировавших в нашем городе с 1904 по 1919 год, и сведения об их униформе. При желании в библиотеках, в ГПТ, в областной библиотеке книгу можно найти и познакомиться с теми мундирами, которые были в нашем городе. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.